Ребята, перед тем как начнем, у меня вышел новый музыкальный клип, ссылка есть в описании, посмотри потом, окей? Не забудь только, но я тебе еще в конце напомню. Руслан Усачев отвечает на школьные вопросы против учителя. Добрый день, я по-прежнему учитель истории, я работаю в Риге, я работаю в школе. Меня позвали на батл номер 2. Я не знаю кто ты, как тебя зовут, но я выиграю тебя. Самое главное, состязание взрослых людей, ответы на неважные вопросы. Сегодня мой оппонент Руслан Усачев, мы будем неистово сражаться за право показать свои знания и эрудицию. Ну давай, Руслан, жги, замочи меня. С вами Руслан Усачев, поехали. Как еще называется сотая часть числа? Процент? Да, процент. Чему равна четверть часа? Простые вопросы. В школе вопросов? 20 минут. Неправильно. Четверть часа, 15 минут и как это называется? Нет, все это правильно. Что такое лейкоциты? Лейкоциты это кровяные тельца в нашем организме какие-то. Это кровеносные тела? Херасия школьного вопроса? Ну можно и так назвать, да. Что содержат в себе хромосомы? Генетическую информацию о человеке? Это не школьные вопросы ты задаешь. Нормально, нормально. В нашей латвийской школе такое есть. Хромосомы в себе содержат информацию о нашем ДНК. Какими мы будем, какими мы были и кем мы станем. Правильно. Кому принадлежит фраза «я мысль, следовательно, я существую»? Аристотель, Декарт, Эйнштейн, Черчилль. Я отставлю на французов. Рене Декарт. Правильно. То есть нужно выбрать Аристотель, Декарт, Эйнштейн, Черчилль. Правильно. Какое событие произошло на Руси в 988 году? Рене Декарт. Рене Декарт. Рене Декарт. Неужели они стали православными, а? Крестили их греки вопреки собственной воле. Правильно. Какое-нибудь крещение, наверное. Да. В то время очень много вещей происходило. Либо отмена крепостного права, либо крещение. Все. Ну да, типа, что вообще в России происходило до избрания Путина. Как еще называют правила буравчика? Его называют, ну, то правило, которое описывает, как вращается жидкость. Буравчик, а не надо смешивать слишком много алкогольных напитков в одном бокале, иначе плохо будет. Правил буравчик, как называют. Я не знаю. Правильный ответ – правило правой руки. Этот вопрос должен был Альдару, в принципе, лучше достаться. Какое самое распространенное во вселенной агрегатное состояние? Ну, наверное, газообразное. Значит, смотрите, вселенная – это, соответственно, вакуум. Вакуум – у нас безгазовое пространство, и в этом безгазовом пространстве обитают твердые тела. Поэтому понятия не имею. Правильный ответ – плазма. А. Назовите столицу Ирландии. Ой, по-моему, Дублин, да? Да. О, прикольно. Мне нравится вариант Дублин. Сколько звезд на китайском флаге? Что у тебя за школа такая была, где вы проходили, типа, знаешь, на каком уроке вы изучали количество звезд на флаге? На географии или на алгебре? Да это, вы 60 лет назад письменность получили. П***ь, что видно было. Никогда не считал, но, допустим, давайте мы предположим некое число. Семь. Ну, пускай пять будет, я не знаю, правда, сколько. Правильно. И в этом поединке у нас ничья 7-7. Ради всего человечества, ради пользователей, обитателей пространства, киберпространства, я надеюсь, что мой оппонент победил. Вот помните, я пошутил, что они письменность 60 лет назад получили? Получили после северных народов Советского Союза. Чукчи раньше получили официальное письмение с чем-то шей. Вот такая вам информация. Я испытываю крайнюю степень позора. Я поставлю себе задачу кое-что прочитать. Скорее всего, я ее проигнорирую. А еще подписывайтесь на мой канал, на канал Икея. Уважаемые пользователи, я не очень понимаю, что я сейчас скажу. Вы подписывайтесь на этот канал, особенно если это у вас вызывает комментарии. И, конечно, не забывайте ставить лайки. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И в комментариях напиши, сколько правильных ответов дал ты. Смог ли ты обыграть Руслана Усачева или учителя? А также предлагаю посмотреть, как на школьные вопросы отвечал Эльдар Джарахов против бомжей. И Макс плюс 100500 против этого же учителя. Ну, а также не забудь посмотреть мой новый клип. Вот он только сегодня вышел. Свежачок. Ссылка в описании. До свидания.